В первый день приема заявлений в управлении социальной защиты немноголюдно. Все потому, что льготники, которые решили получить социальную карту, идут по предварительной записи. Льготников, состоящих на учете в Центре социальной защиты населения и имеющих право на получение социальной карты, не одна тысяча человек. Каждому найти нужный индивидуальный подход. Именно поэтому время приема может иногда затянуться. Заявитель должен предоставить документы, удостоверяющие личность и право получения льготы. Специалист должен их обработать, помочь написать заявление и сделать фотографию, так как социальная карта будет именная. Как говорят сами заявители, льготы на поездки в общественном транспорте очень помогают сэкономить. Поэтому они решили поспешить обратиться за социальными картами. Да, конечно, выгодно. Вы что? Или вот у нас стоит 226, это почти 500 рублей за одну проездку. А я 150 заплатила, 155. И езжу целый, ну не целый месяц, конечно, все равно выгодно. Даже с одной поездки. А если несколько раз съедешь, бывает же, в больницу бывает и по несколько раз в месяц съедешь. Выгодно, конечно, это. Может быть и удобнее будет, что не надо будет проездной этот брать, ездить. Я не знаю, как-то деньги туда надо, наверное, закидывать. Часто бывает так, что новая система начинает работать не сразу. Выявляются слабые места и устраняются причины ошибок. С картами тоже не все гладко, как хотелось бы. Но в управлении заверяют, что все проблемы исправимы и совсем скоро система начнет работать в полную силу. Единственный небольшой такой был нюанс, что, к сожалению, до настоящего времени временные карты к нам не поступили. Но обещают их нам крайний срок в следующей неделе начало их доставить. Но я хочу всех успокоить, что до 1 июля почтовые отделения будут продолжать продажу единых социальных проездных билетов, которые будут действовать точно так же, как и действовали на всей территории. И по ним можно будет осуществить проезд в автотранспорте общего пользования. Электронная социальная карта – это универсальный инструмент. Если раньше проездной билет могли не принять в другом населенном пункте, то электронная карта будет иметь действие на всей территории края. Запись на прием к специалистам по телефону 21-367. Также можно записаться лично в управлении социальной защиты. Александр Мажеванов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр», «Богучаны». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!